Йоу, здесь Вася, Соня, ты зашёл на бедо, ща будет море позитива, лайк поставь и подпишись, Вася, Соня, это то, что в глубине души, я. Добрый вечер, любителям лучшего растения на свете, вечерку начинают с того, как мусора у меня на районе делают план перехват, в общем, видите, вот они, там ещё за ветками стоят, просто не хочу так тупо тоже их, знаете, там снимать в наглую, не любят они это дело, да, ну, в общем, вот остановили машину эту синюю, не подходит по параметрам, мотоциклистов вообще не останавливают, значит, поступило сообщение, что чуваки на какой-то там машине, вот, по цвету это вроде как, а, или что-то там решили спросить, ну, вдруг пересеяли, знаете, на другую, нет, сразу всё нормально, да, в общем, вот они, одна машина, там вторая мусорская машина стоит, вот это вот, видите, ну, там не галочки, все дела, мусора стоят, и таким жезлом, а, вон, горящий жезл, такой, да, вон, трясёт ему сейчас, покажет этот жезл, разводчик пиццы, этого не трогаем, не подходит по описанию, синяя машина, вот, синяя машина, походу, у них подходит по описанию, здравствуйте, майор Петров, проезжайте, ну, вы поняли, белая машина не подходит по описанию, в общем, такой вот забавный момент у меня на районе, а вот так у меня выглядит утренняя расстановка, то есть, вот здесь они все стоят, фотики, с этой стороны, потому что солнце потом выходит из-за дома, потом заходит за дом, потом опять, раньше, я же говорю, раньше оно так огибало дом, чуть-чуть, буквально, может, там уголочек задевало, да, а теперь уже такой уже треугольник серьёзный, как бы, ну, не сильно серьёзный, потом всё, всё больше, больше будет перерыв, всё больше, да, фотики, понятно, я уже не двигаю, смысла их двигать нет, ибо они и так, уже им достаточно света, да, а помните, кто хочет, может посмотреть вечерку, предыдущую, да, конец, именно конец, где они вот здесь у меня стояли, да, а теперь стоят они вот так, потому что, опять же, из-за этого дома, за которого я показывал, вначале солнце светит сюда, зайти надо в шахматном порядке, да, кстати, фотик, вот он уже, он высажен абсолютно, Соня там тусуется на газоне, ей нравится вот так лежать вечерком, прохлаждаться, да, он был высажен абсолютно в одно и то же время с теми фотиками, но вот через месяца полтора где-то перестал развиваться, хотя вроде живой такой, всё, воду я подливаю, он её практически не пьёт, то есть так вот, если посмотреть, видите, нормальные, как бы здоровые листья, всё, да, но не растёт вверх, и даже, допустим, вот этот автик выше и больше его, да, то есть даже когда он, или если засветёт, да, то, я не знаю, будет быть беспонтовый выхлоп, и это за полгода, то есть, ну, за огромный, я же хотел, чтобы он большой фотик вырос, да, да, ну, в общем, вот так всё, готовимся к утру. На фоне нашей красивой галереи, которую я давно не показывал, вернее, показывал неделю назад, когда наш админ Русик получил пополнение за Крамов Родины, в данный момент хочу показать, как один человек очень возрадовался из Украины, который получил свой ленд-лиз. Мне писало пару человек, которые там никак не могут получить, думают, что где-то затерялось. Нет, просто кому-то дошло раньше, кому-то позже, вот, допустим, видите, человек получил там чуть ли не аж через две недели после того, как первые дошли, да, то есть, скорее всего, все они дойдут, просто у кого-то где-то задержится. В общем, человек возрадовался, я с ним тоже, естественно, и смотрим фоточки довольного человека, подписчика из Украины, который получил свой ленд-лиз. Сегодня я так рад, открываю там, в подъезд, думаю, подивлюсь, пришла квитанция, светлю, вода, и так далее. А там открою. Я... И ваши семена приехали. Наконец. Огромное спасибо тебе, дядя Вася. Пусть весь мир, если вы так, будут добрые, мирные люди. Еще раз спасибо тебе, будем садить и сделайте репорт и видео скину. Это у нас кумки дроборато. Эти регуляры вот ваша вот гелята. Я их называю сорт дядя Вася. Прошлый раз, когда ездили на море, в этот Вилосар де Мар, я вам показывал, еще покажу в этой вечерке, да, с других там видов, ну, ресторан этот покажу. В общем, мы хотели покушать, там я жене, так сказать, должен был один ресторан, да, но она выбрала вот этот. Но он такой недешевый, типа, рядом прям на первой линии моря. Ну и вот так здесь вот показано, все красиво, да. И это, считай, для чего снимаю? Для того, чтобы вам приколоть, что как потом это будет выглядеть на самом деле, когда мы туда придем. То есть одно дело на картинке в интернете, да, что вот все так, блин, со свечи посередине это солнце. Ладно, ну, я думаю, вы видите, да, вот так все очень круто, красиво, цивильно, такая вот морискада, по-испански морискада, это, ну, типа, меню с разных, значит, морепродуктов, да. Вот можно лакарту включить, посмотреть. Вот, видите, вот разные такие блюда, прям, все такое. Ну, и, в общем, написано 16 евро человека в будний день, то есть с двух до пяти у нас в каждом ресторане, ну, практически в каждом и баре, да, у нас такое есть меню дель диет, ну, типа, ланч-меню, ну, то есть дневное меню, да, где там за небольшую сумму, ну, 16 евро для такого ресторана считается это небольшая сумма. Ну, либо с одним, там, первое-второе, там, входит вино туда, в общем, полностью комплектный обед с вином, со всеми делами, да. Вот, ну, если, допустим, ты немного кушаешь, ну, вот за 11 евро, типа, одно, типа, одно блюдо, да, тоже с вином, типа, такая вот акция, да. А вот если ты, ну, тут еще у них просто отдельно там разные блюда, да. А вот если ты берешь, допустим, вот такое за тридцатку, сейчас покажу, блин, что-то, а, вот, да, видите, вот, 30 за человека, пор персона, да, ну, типа, НДС включен, ибо инклюидо, да. Вот, то вот сразу тебе за тридцатку, просто, тоже, естественно, входит сюда, бутылка вина, там, блин, да, вообще, походу, безлимитка. Да, вот, можешь взять Дораду, там, вот еще, значит, мясное, типа, такая вырезка телячья, разные, эти, как его, десерты, да. Потом здесь сразу вот это все тебе дают, там, вот, короче, фрукты сухие, оливы, оливки, потом, омлетик такой, типа, кубиками нарезанный, потом, бокеронес, это, такие, в этом, винограде, блин, в уксусе виноградном, да, эти, рыбки такие, тут, короче, потом, мидии, михейонес, потом, картошка, прикольная, бравая, у них, они делают специально, такая, патата бравая, картошка, да, кальмары свежие, в, в кляре, там, да, крокеты, куриные, ну, в общем, это все, тебе все это дают за 30-ку, там, ну, я не знаю, это надо, блядь, ну, дядя Вася мог бы, наверное, такое сожрать, с моим весом, да, но все равно, до хрена, реально, скорее всего так типа посидел побухал потом с собой забрал нормально собой забирать как бы если не доел нормальное блюдо осталось чем для дома потом вечерком поужина нормалек в общем позже я вам покажу сейчас еще раз вам освежу так сказать память для а вот и не все здесь надо нажимать вот видите вот в общем вот такой ресторан и посмотрим как это будет выглядеть на самом деле какой вот у нас центральный железнодорожный вокзал откуда отправляется поезда нет ни в мельмурных и не в рио-де-жанейро как говорил великий остап бендер но в париж берлин мадрид естественно по испании ну а мы идем на пригородные электрички да я думаю похож на многие вокзалы мира много людей все куда-то спешат и воруют вещи ну вот этот ресторан ну в принципе похоже вот море разуме возле станции трес леоне то есть три льва мы зарезервировали столик все красиво терраса вот здесь мы будем там сидеть но прекрасное место отлично прям получается на первой линии моря пальмами и кустиками мы защищены от солнца теперь осталось только проверить какая будет еда я думаю это тоже будет шампусик взяли иллюзия и люсью ну и на первое нам принесли такие мидии с лимончиком вандалузийском стиле она бутерброды гамбургеры любит мы женой конечно такого кайфуем так что приятного нам аппетита ну а второе блюдо у нас кальмары по андалузийскими вот это все обжаренные пларь от кляре кальмары лимончиком сверху посыпается до кушали мама там для своих подруг в инстаграме забаненном в россии хвостит фоточки да а дядя вася будет трапезничать оливки хочешь на оливки бери 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 с палочкой берет на палочки бери бери вот так и кушай давай пока косточку 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 нельзя глотать как черешня как черешня надо выплевывать косточку давай а кушаешь ну давай приятного нам аппетита на завершение третье блюдо паэлья из морепродуктов национальное испанское блюдо я показывал не раз на старых каналах но так как канал новый и все здесь теперь снова по-новому да изменяясь за татологию но мы видим что будешь такое кушать олив нет а вот мы с мамой очень даже боишься вот этих раков так они уже не встанут а мы с мамой очень даже будем кушать ваше здоровье ваше здоровье дорогие подписчики после вкусного обеда нужно на море улетает давай давай надавали ей конфеток сахара галимова вот ну а мы после вкусного обеда на море котенок а может здесь сядем нет не хочет тоже неплохо так отличный пляж жена хочет туда в нашу плату что же пойдем снова мы на наши лагуне мало крабик или лягушонок да то есть вот так вот прикольно людей вообще смотрите три человека на пляже шикарно очень круто сегодня косяк и море что может быть прекрасней ну разве что еще мирное небо над головой скорее бы у всех она была да вот так чтоб каждый сидел с косяком на берегу моря отдыхал как дядя вася хотя бы раз в году всем хороших хапок что еще раз можно пожелать ну в общем жена моя не в восторге от такого смотрите какое небо да огранили практически такое дождевое здесь уже она вот так голубенькая получается на море но сами понимаете вот солнце спряталась за тучами чем я говорю тучи показываю еще говорить да тучи черные практически дождевые но дождя не будет просто жене моей не нравится выходишь с воды уже типа холодно хотя ребята на улице 32 градуса просто нету сон не вообще кайфово я курнул себе блин пилка попил так не жарит ништяк но моя жёнушка любит чтобы как в аду да еще безоблачно вот и море как парное молоко хотя но и так не холодно вот так выглядят наши электропоезда пригородные да мы здесь на нашей стороне ждем поезда через три минутки а вот как раз три минуты и показывает остановки на которых он будет останавливаться есть время покурить менталовую сигарку электричка отъедет покажу вам что вот прям станция да здесь выходишь по по подземному переходу он дядя вася в отражении переходишь и вот сразу пляж мы видим что сразу пляж пальмочки все красиво в общем чики-пики хорошая страна испания и наш поиск как раз пришел вот так выглядит электричка изнутри полностью кондиционируемая прохладненько также на мониторе вы можете наблюдать что барселону она направляется людей нету особо вот море сразу первой линии так дальше там видите тоже людей нету будний день сегодня вторник очень мало людей ездит на пляж да еще тучи были нам было по приколу но прикольно согласитесь ребята едешь сейчас присяду сейчас сейчас я хотел сказать что прикольно когда есть так на электричная уже на старых каналах показывал не помню на этом есть каком-то репортаже нет неважно думаю по приколу будет посмотреть да как в испании устроена электричка пригородная на коста брау которая идет вот наверно по нулевой линии моря если так уж можно выразиться то есть вот вышел вот станция чем спустился хоп пошел себе на пляж эскалатор вниз вы поняли да все для людей красиво море шумит тепленькая где-то градусов 25 наверное вода сейчас шикардос короче бывший футболист барселоны андрес иньеста я думаю болельщики дай так любители футбола должны знать этого человека он еще играет в японии под 40 лет конечно один из лучших полузащитников всего мирового футбола чем говорить чави иньеста ну который чави который сейчас тренер барс с этими не естой на поле творили ну опять же кто любит футбол тот знает да это были два величайших полузащитника которые просто могли вдвоем организовать атаку гол потом там вперед месси запускают и да но это лирическое вступление дело в том что андрес иньеста словами надевнию открыл уже лет пять наверное как назад и всякая винт вино неплохое такое причем у среднего сегмента то есть недорогущие там из-за имени там или чё-то нормально такая бутылочка такого белого вина стоит 4 50 евро недорого жёнушка моя решила сейчас подпить с хамончиком испанским таким красивым санкционным да ну и красного он там и розовое вино разное продает и все они так в пятерик в пятерик до врести врестики но в ресторане там чирик там 12 до и считается типа как бы не просто тебе там с бочки на иньеста туристов короче новый понят туристам сказки рассказывают некоторые подружек парик ходит и протяжение 100 ты чё ну мы так знаем женой в общем если кто-то вдруг наткнется на такое вино из наших подписчиков то рекомендую вещь особенно летом очень хорошо охлажденная ваше здоровье прикол заключается в том что уже где-то ну четвертый или третий день если я не ошибаюсь но это неважно вот фонарь видите уличный то есть вот дальше допустим там фонарь такой же круглый он там дальше такое такие же круглые фонари как вот этот он не горит то есть вся наша улица там дальше через там ну метров десять еще такой фонарь и туда тоже естественно то есть тупо все фонари отключить отключены и как бы ну вообще не горят фонари и в чем прикол что ночью когда вот такая теме не сидела да там два в три ночи все раньше с этими фонарями допустим у меня вот этот мой дворик он был освещен без фонарей просто такая теме что если кто-то лезет или чё и на террасе и вообще я позже вам покажу когда сейчас просто видите еще закат солнца да то есть еще не совсем темно но уже такое время даже час где-то назад уже включали эти фонари тем более видите вот эти фонари то горят которые рядом они точно такие же круглые все то же самое но прикол заключается в том что не знаю то ли нашу улицу типа решили на ней экономить именно на нашей улице на моей до хер его знает ну в общем посмотрим не но мне пофиг блин тут ловушек столько что хоть есть эти фонари хоть нет таких фонарей просто когда нет фонарей конечно стрёмно почему потому что когда горят фонари то приходит кто-то здесь там начинает где-то лезть допустим там по стенке или чудо то с улицы видно и так видно так здесь такая теме нет но я покажу когда полностью небо станет темным что здесь вообще полная темнота и тогда конечно никто с улицы ничего не увидите что кто-то куда-то лезет да и ну вы поняли уже не так стрёмно естественно когда такая темнота в общем будем посмотреть не но дядя вася подготовлен никакая скотина в этом году мои фотики большие рубить не будет однозначно ну вот в принципе это все равно видите как бы по полной темноты у нас нет в любом случае видите мой дворик вот калитка все это конечно не но сейчас никто ломиться не будет смысла нету я подсветочку включу вот за этими фотиками через месяца полтора они спят видите листья опустили красивое зрелище правда вот вот за ними да а так то тут нечего на этой террасе сейчас брать хотя все равно с такими гвоздями как у меня здесь стоят красивое зрелище опять же шишечки которые только завязались вот такие уже побольше у брюса баннера да как новогодняя елочка да то бишь и получается что вот моя улица сейчас выключу свет она полностью темная да полностью темная а дальше везде все светло и получается что даже контраст такой выходит что когда кто-то здесь допустим будет влезть на стенку или что-то там мутит там через калитку или чё то с той улице вообще не видно потому что наоборот их их освещают очень сильно глаза слепит а здесь они в темноте могут делать свое грязное дело но я же говорю сейчас никто не полезет сентября так 15 до данный момент панту просто на моей террасе нету тем более даже если ты и полезешь и в данный момент ну что ты будешь вот эти блин аутики рвать которые еще не зацвели но я имею ввиду что если дожди полезешь и в данный момент то в любом случае нарвешься на гвозди так что такие вот дела на террасе ждем гостей через месяца полтора огурчики 2 урожай смолой выбрались к стадиону купил их на розовый мячик который она давно хотела а чё может быть футболистка у нас женский футбол тоже популярен очень здесь такой вот бьет чувак видите аттракцион да ну за бабки то есть ты платишь не помню там что еврик один удар что-то такое да вот ропа бьет да видите и торштеген стоит на воротах свете морда перштегена вратаря барсы и это так такой автомат с датчиком движения то есть перед этим мужик взрослый бил а вот сейчас мужик будет бить да он купил билет показывает этому ведущему вот и этот автомат короче нормально отбивает забить ему поверьте папа вели вот так хоть по низу бей хоть куда прямо ловит эти мячи блин вообще круто смотрите сейчас опа видали это вот машина работает там вот углу стоит датчики я уже посмотрел но прикольно то есть если забивать голду понятно тебе приз дают опа видите он ударил вот уже заранее даже уже видел куда летит мяч то есть надо очень сильно быстро ну то есть короче бить серьезно видели опа и даже так ложится то есть не в угол не в шестерку не в девятку хрен ты ему тут заколотишь нормально да фигня согласитесь техника дошла до до чего техника дошла вот он становится в такую позицию удар опа и все я еще ни разу не делал чтоб кто-то забил штангу а лоханулся мог бы ударить в это время забить пустые ворота это штангу брательник этого постарше зеленых а них удар опа тэштеги надбивает а у тебя розовый мячик да мы сейчас посмотрим старший бьет конечно реагирует этот вратарь видите он даже катится да и все ложится прям можно сказать на землю ну давай сейчас так завязываем кроссовочки вот так можно а ну нет хрен там не забьешь короче вы поняли да фишка а вот еще хочу показать прикол вот как вы думаете это дым типа да похоже на типа на дым смотрите а типа с таких вот штук вот но это не дым на самом деле нет это не дым это влага это именно влага распылитель воды чисто чтобы людям вот они тут тусуются там сидят да там баре тут жара у нас и это влага распыляют и людям не жарко то есть такая система охлаждение прям на улице прикол причем натуральная ну вы поняли сегодня семьей решили выбраться суши бар так называемый значит у нас тут есть такая что-то как меню красить у нас значит за 11.95 буфет либра это значит то есть светский стол сможешь брать все что хочешь но правда вот вино и там эти десерты не ходят на десерт нам на хрен не нужен будет ну винтов отдельно за семерек бутылочку надо докупать да и вот здесь разные такие приколы видите там салаты начинаются там рис любой там с этим с курицей креветками всякие я кишцоба ну короче азиатские все из кухни да тут разные тонн сиделся такие макароны короче и японский хлеб панцер 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 картошка тут вот эти роллы разные такие типа вареники что ли манты ну вы поняли да и дальше тут естественно тоже и шашлычки и всякие и креветочки на башках жареные курица и такие вот манты всякие китайские японские корейские суши всевозможные разные роллы просто такие слайсы до хосомаки и маки там такие типа как завернутые роллы водоросли я тебя да ура маки вот видите в общем есть что выбрать есть из чего выбрать тоже всякие с лососем и с угрями с разными рыбами ну кроме фугу на разве что да ну и в общем мы жёнушка так решили сегодня суши топ называется ништяк самый прикосновенный светский стол то есть ты можешь вот мы написали вот да кучу цифр на нам они зачетнули что они сейчас готовят и принесут вот эти все цифры каждое блюдо но идет вот по цифре 29 допустим вот такие три хреньки ты можешь хавать сколько пока не наешься но условия правда такое чтобы все брали это шведский стол кто сидит за столом потому что есть меню просто до за 10 типа три блюда приносят а тут как бы шведский должен для всех и отдельно вино платишь таким образом им лучше получать больше зарабатывать ну и плюс еще очень еще условия что ты должен все съесть тупо так набрать весь стол и не дожрать с собой тем более унести конечно не как то есть должен все слушаться нормально если нет то что нам это съедим без глаза первое блюдо которое нам принесли это зеленый горошек сладненький прикольный такой вареный перетушеный не знаю а вот еще водоросли это все для оливейки да это как бы такие ну аперитив входящие entrantes у них весьма не называются у них у нас которые раньше на полках советских магазинах лежали когда был дефицит восьмидесятых кроме этих водорослей ни хрена не было а вот еще принесли красиво вот такие вещи вот приятного нам вот такими палочками китайскими или японскими не знаю откуда они наверное знаю все он азиаты в основном ими едят да он был такой старый советский анекдот еще там 60 70-х годов когда начнется голод когда китайцы начнут есть ложками вот еще такой такие три рулета были суши малая очень малочками и жареные разные суши пирамидку такую и вот это может заказывать и заказывать то есть светский стол ну как all inclusive как в турции типа да такого плана пока уже не упадешь вообще там уже все больше жрать не ну понятно все люди прилично уже фанатизма типа того да ну как бы фишка такая что можешь заплатил сумму и халай сколько хочешь вот этих всяких суши и всех этих приколов казахских ну венцо отдельно как еще раз хочешь подбухнуть ну извини такие еще и да не знаю слепцы типа наполнены вот эти манты креветки да я в этом особо не разбираюсь но в общем мы до сих пор еще сидим здесь можем еще вот а вот видите как пишет пишется здесь вот номера блюда вот это мы уже сколько сажали таки по за счет можем еще написать видок ничего страшного я нужно наелись и сейчас 2 бутылочку венца уже оприходываем пойдет на дайте ты накушалась а воли телефоне игра игра ну и напоследок уже вот такие суши жареные дядя вася любили прижать суши поджать крутяк жёнышко тоже уплетает все уже вот чувствую вот это съедаем и все уже думаю достаточно лошадей приятного нам аппетита ну и вам подписчики кушать давно у нас на канале не было крипто новостей в общем сейчас майнинг не выгоден сами знаете 9 ну кто за майнингом следит что эфир обычный то есть настоящий уходит на пост 19 сентября но может чуть позже может у них там не получится неважно все равно осталось немало да и просто хочу показать если у кого есть лишние деньги и кто хочет вложиться но это я опять же не они призываю никого никому это не рекомендую это лично мои чисто вот как я считаю что вот я могу на этом заработать да это как лотерея то есть ну понятно лучше конечно шанса чем в лотереи где там один из миллиона здесь все-таки как бы в основном 50 на 50 типа либо да либо нет да вот но во всяком случае вот такие у меня активы кому интересно если кто-то хочет себе портфельчик собрать ну опять же это на свой страх и риск я тоже могу влететь поэтому если кто будет собирать портфель такой как у меня то улетит вместе со мной да но они думаю опять же ну как любой инвестор он думает что он все делает правильно значит bnb у меня есть пару монеток доги 296 монет ну понятно полная хрена я купил за 20 долларов эти 296 монет и он нас что-нибудь признает и потом они превратятся допустим по доллару 296 долларов эфирем classic сейчас очень популярная монета так как эфир обычный уходит на пост в сентябре то все как думают ломануться на эфир classic майнить ну а значит он может достичь там 1000 долларов сейчас он стоит там 30 долларов вот ну я купил как раз где-то среднем по 30 долларов 10 монеток я не покупал их это все что я наманил я потом просто распределил на эти монеты то есть это я не вкладываю то есть ну я деньги со своего кармана не вынимал 30 лайткоина у меня есть и луна classic которые говорят что и нихрена уже все уже про нее забыли но во всяком случае у меня 547 тысяч этой монеты которая стоит все это вместе это богатство стоит меньше 100 долларов но опять же там по новостям по разным обзором это луна classic может стоить один доллар вряд ли но хотя бы там один цент ну если один центу это у меня будет 5000 евро ну а если эфире классик говорят будет 1000 евро стоит лайткоин 500 евро ну там долларов долларов не важно доллар вверх сейчас практически это одно и то же эфир там до десятки должен скатануть долги по доллару ну и bnb там по косарю то бишь вот такие в будущем у меня могут быть профиты поэтому как-нибудь покажу вам на новом канале который уже этот забанят а если не забанят а на этом как я снимаю пару эфиров классика который сейчас стоит 30 долларов по косарю и еду делать женой с ребенком отдыхать в общем вот такой у меня портфель активов кому интересно пишите комментариях отвечу если кто-то хочет инвестировать на все вопросы по моим личным наблюдением отвечу прошла примерно неделя ну и как вы видите на ваших экранах фонарь мой дворик горит и вот теперь такой темени уже не будет ни на самой улице не у меня в отборе ты потому что реально песец когда здесь но вы видели черт буду повторяться когда здесь не горели фонари то получается с той улице когда где там горят фонари вообще ничего не видно и любой лох лезет его так через калитку к примеру ну понятно звук конечно но видимости нет но в любом случае ждем где где-то через месяца через два до в конце сентября в середине в конце сентября чувачков которые будут прыгать сюда по-любому на эти гвозди я вам говорю я уверен просто уверен на сто процентов за вот этими фотиками которые еще пока не цветут но позже конечно зацветут и тут будет очень много шишек вот они за ними будут ломиться но естественно если вы хотите быть в курсе событий то оставайтесь на канале подписывайтесь даже если его к тому времени забанят то не одевать откроет новый и в любом случае в телеграме от в телеграме стопудово если на ю тубе допустим какие-то там контент жесткий будет нельзя будет публиковать то в телеграме я вот эти все видосы если кого-то славлю там новый в общем тут могут быть очень интересные варианты супермаркет зашли закупаться акциям пивко разная вот такое это показал на одном из каналов пол лайнер но темная думки вообще крутое она на класс похоже только с алкоголем прям такое не фильтрованная пшеничная и темная охерительно я вот сюда за пол литра не дешево но пол лайнер вообще не дешевый вот такой у нас тут музычка играет супермаркете ну в общем мы пока алкогольном отделе тут небольшой выбор пиво принципе как разобраться вот это и все ничего такого особенно важно здесь в основном хавчик хорошими вина разные тоже поехали оли до ну вот это пивко правда одной рукой плохо наливать блин жена моя приготовила селедку под шубой так чисто давно уже не ели а до нового года ждать долго короче сейчас я быстренько налью извиняюсь просто если наливать на весу одной рукой по сами понимаете пены будет больше чем пиво пока хочу показать его цвет вот видите какое оно как вас такое еще не фильтрованная пшеничная пол лайнер кто знает эту марку тема офигенная в общем ваше здоровье и приятного мне аппетита уникальное явление увидите дождь идет да идет дождь но самое интересное смотрите солнце то есть солнце ни одной тучки ну так есть чуть-чуть непонятно даже откуда капает смотрите ну это белая туча на не дождевая непонятно откуда это все капает при этом солнце вот видите все он на растиху солнце видите одну тень то есть все дела до растиха мокрая и вообще мокрого ведь прикол такое уникальное явление начинаем наш вечерний обход техническая пауза вот такая но заебок мимозу курю недавно схарвленную ну что же начинаем обзор с фотика фрунтс от грабора то такая кита не премиум у них там или какие в общем вот он не знаю неделя наверно да вот critical x от апексал но не знаю что с ним происходит видите уже как бы я даже веревку за подвязал потому что он да что хотел сказать я потом подниму ее чуть-чуть хотел сказать что буду вечерки делать на выходные я думаю это наверное самый лучший вариант суббота воскресенье вот так как раз все дома там посмотреть под пил кода дядю васю послушать растихи посмотреть ну и не только растихи так вообще-то вечерка вечернем обходе состоит из расти да так то я вас и вася показывает испанию там барселону всякое такое да по мере возможностей ночью вот такая блин хрень с этим надо будет поднять потом веревку я в том что когда дождь прошел так она вообще эти листья ну эти ветки так опустила нашим не знаю я уже подливаю азот здесь потому что видите начинает желтеть один фотик к тот который маленький был queen sits я вообще выкинул на хрен сегодня и замочил зерно единственный отличный фотик это вот скитал сюда это будет бомба не хуже гориллы с прошлого года которая недавно была на канале запущена но новые подписчики подумали что это у меня сейчас растет нет горилла в прошлом году была с карлина верни или а позапрошлом 2020 позапрошлом да а скитал свод вот он такой отличный фотик как положено вот еще фотики агро барата тоже original джиби дней 10 вот соманга у нас тут видите у них листья такие кругленькие прикольные до горилла тоже и вот это blue matic от фасбада не знаю не написано на ауто хер его знает так то в принципе по листьям похоже на на аутик да и вообще у фасбада я фотиков не видел хрен его знает ну посмотрим аутик так аутик все равно успеет созреть да еще один человек тоже получил ленд-лиз правда ничего там он не присылал никаких не фоток не видосов и так понятно что все доходит процентов 90 точно один тел там жаль конечно до сих пор ждет все переживает ну братуха тут уж такое дело как получится да не рассказала я вам про другие значит растихи до прошлой вечерки этому виде к ему даже месяца нету через пару дней будет месяц вот мы виде код кровь баратова это у нас горилла скитался но такой уже есть на канале я случайно посадил лук лоханулся если честно думал такого нету сорта он есть поэтому я его и не снимал этот но нос он light от винул тоже вот будет месяц там завтра послезавтра будут новые видосы по вот этим растихом ну папа по вот эти по вот этой желатого сегодня вы видели от вас бадов до банана excel видели ранее 30 дней это портал от кровь барата ну а это брюс баннер вот тоже от грубо ротов а вот это у нас сад с 1 я уже про него говорил но самое интересное не помню говорила прошлого вечерка или нет что у него получилось две верхушки я ничего не делал он сам так вот видео разделился прикольно это фотик это фотик видите он такой весь пышный уже ему тоже будет месяц вот буквально там завтра послезавтра но он еще даже и не и не собирается ввести откуда-то долго он как-то не цветет он смотрю это фотик ну и брюс баннер от гору баратов шикарный шишки смотрите какие разноцветные с голубым отливом рыжим и волосами вы носом 20 ну а соня тут как тут у нас когти точат огурчики по второму разу уже высадил уже пошли цвести а он пошли уже вот в общем все прекрасно на террасе хотя конечно опять же по сравнению с прошлыми годами скудновато скудновато но ничего фотики подрастут будет пышно в общем да прибудет с вами сила бульбулятора